Эта лекция будет наиболее, что ли, школьной. Я не буду тут рассказывать почти ни про какие-то новые научные достижения, а просто в общих чертах расскажу, как работает сердечно-сосудистая система и какие нарушения могут на работе возникать. Но при этом надо, конечно, понимать, что этих нарушений там, я не знаю, сотни. И я расскажу буквально про одну-две ситуации в качестве примера. Более того, хотя там будет дело касаться медицины, будут содержаться даже некоторые такие околомедицинские рекомендации, надо понимать, что я не медик, и слова мои надо воспринимать там с некоторой долей скептицизма. И обязательно верить мне на слово. Хотя в чем-то, может быть, будет и полезно поверить мне. Ну так вот, сердце и сосуды вместе образуют систему, которая называется кровеносная. Иногда ее также называют сердечно-сосудистая, если дело касается человека. У других животных в кровеносной системе не всегда есть сердце, а у некоторых животных вместо кровеносной системы существуют другие транспортные системы. Но про животных говорить не будем мало, хотя все-таки стоит, наверное, упомянуть, что бывают два основных типа кровеносных систем, а между ними, как всегда, в биологии есть все переходы. Один тип кровеносной системы называется незамкнутая. Такая кровеносная система характерна, например, для денистоногих, в том числе насекомых. Поэтому, поскольку насекомых очень много, она более распространенная. А другая кровеносная система замкнутая. Ну, например, замкнутая кровеносная система у дождевого червя или у человека. Незамкнутая называется кровеносная система, в которой есть часто быть сосуды, но в каком-то месте эти сосуды заканчиваются, да, и открываются просто в полость тела. И жидкость, которая перекачивается сердцем в этом случае, ее называют кровь, но лучше ее, может быть, называть гемолимфа, какое бы ее придумали название, выливается в полость тела и соприкасается не только с стенками сердца и сосудов, но и с другими тканями организма. Непоследствия их обувают. Эта незамкнутая кровеносная система имеет, видимо, свои преимущества, потому что через тоненькие сосуды, капилляры проталкивать кровь очень трудно, и на это затрачивается много энергии, и кровеносную систему с капиллярами замкнутую можно иметь только при очень хорошем сердце, на самом деле. И в то же самое время, видимо, она имеет и некоторые недостатки, поскольку эта гемолимфа с крудом просачивается в какие-то массивные толстые органы, при незамкнутой кровеносной системе трудно достичь крупных размеров. Все самые крупные животные относятся к позвоночным, и у них кровеносная система замкнутая. А среди членистоногих и моллюсков самые крупные представители имеют кровеносную систему, хотя и не замкнутую, но с хорошо развитыми сосудами, и в случае головоногих, а это вторые по размеру, так сказать, животные, головоногие моллюски, там гигантские кальмары, всякие вымершие были, очень большие головоногие моллюски, так вот у них кровеносная система почти такая же замкнутая, как у нас. То есть, видимо, наличие хорошо развитой сети капилляров это необходимые условия для того, чтобы организм смог достичь достаточно крупных размеров. Значит, в замкнутой кровеносной системе, как вы уже поняли, кровь, которая перекачивает сердце, все время течет по сосудам, эти сосуды отгорожены стенками от других органов, и поэтому кровь с другими органами и тканями нигде непосредственно не соприкасается. Ну, а исходя из того, какие функции выполняет кровь, сейчас мы про это поговорим, понятно, что в этом случае среди сосудов должны быть очень тоненькие сосуды с очень тоненькими стенками, капиллярами, поэтому если у организма есть замкнутая кровеносная система, то у него обязательно есть капилляр. У позвоночных, причем у всех позвоночных, кровеносная система замкнутая, и она занимается тем, что перекачивает кровь. Собственная функция кровеносной системы заключается в том, чтобы перекачивать кровь. Это ее задача. Сердце качает кровь, обеспечивает ее однонаправленный ток, а сосуды нужны для того, чтобы она текла, не або куда, а в строго определенных направлениях. Сначала налево, потом направо. А зачем это надо, мы скоро поймем. Кровеносная система транспортирует кровь, а кровь, в свою очередь, транспортирует кучу всяких необходимых веществ. Например, питательные вещества доставляются кровью от кишечника ко всем органам тела, которые в них нуждают. Кислород доставляется кровью от органов дыхания, у нас это легкие, тоже ко всем клеткам, потому что всем клеткам нужен кислород. Во всех клетках образуются продукты распада веществ, в том числе ядовитые, у нас это, например, бочевина, у других организмов аммиак, и их надо доставить к органам выделения и вывести от организма наружу, где тоже занимаются кровью. Понимаете, при дыхании в ветках образуется углекислый газ, это тоже вредное вещество, которое может образовать кислоту, и поэтому его тоже приходится выводить, только не через органы выделения, а через органы дыхания, поэтому углекислый газ доставляется обратно к легким. Гормоны, о которых шла речь на одной из предыдущих лекций, в прошлый раз, тоже переносятся в кровью и доставляются к органам и тканям в мишени. Кроме того, это все транспортная функция крови, говорят, что кровь выполняет защитную функцию. А к чему сводится эта защитная функция? Вместе с кровью транспортируются белки, иммунные системы, например, антитела или белки системы комплимента, клетки иммунной системы, всякие там макрофагии и трофилы, точнее их предшественники. Так что кровь участвует в иммунной защите организма, и кроме того, она обеспечивает свертывание, тем самым защищая прежде всего саму себя от вытихания, если стенка сосудов в каком-то месте повреждена. Для того, чтобы кровь могла выполнять все эти функции, а также для того, чтобы она могла служить постоянной внутренней средой для клеток организма, и нужна система кровообращения, которая эту кровь переносит. Ну и давайте я про эту внутреннюю среду еще скажу два слова. Кровь – это только часть внутренней среды, причем небольшая. Это понятно вот из таких простых соображений. Человек весит там, допустим, 70 килограмм в среднем, и на 80% состоит из воды, как известно. Значит, у нас в организме примерно 56 литров воды, а крови – примерно 5-5,5 литров. То есть это всего лишь десятая часть жидкости нашего организма. Значит, большая часть жидкости находится внутри клеток, а некоторое количество жидкости еще составляет лимфа и межклеточная жидкость, в которую погружены все живые клетки нашего тела. Да, я сейчас затрудняюсь ставить, сколько у нас есть литров лимфы и межклеточной жидкости, но в сумме, конечно, тоже больше, чем кровь. И вот между кровью, лимфой, межклеточной жидкостью и внутриклеточной жидкостью все время происходит обмен веществами, в том числе и водой, которая переносит эти растворенные вещества. Ну как это происходит? Значит, оказывается, что на входе в капилляры давление довольно высокое, и часть жидкостей через стенки капилляров постоянно продавливается в ткани и превращается таким образом в межклеточную жидкость. А там, где капилляры впадают в вены, там давление гораздо более низкое, и часть жидкости может возвращаться обратно. Но большая часть этой жидкости, которая выдавилась из кровяного русла и дальше там как-то циркулирует по тканям, попадает обратно не в кровеносные сосуды, а в лимфатические. Я про них сейчас кратко скажу, дальше про лимфатическую систему сегодня говорить не будем. Эти лимфатические сосуды тоже сначала очень тоненькие, почти как капилляры. Отличаются они тем, что они на конце слепо замкнуты. И вот в них-то и собирается эта межклеточная жидкость и превращается в лимфу. Ну, тут рисунки какие-то не очень внятные, да, может быть, здесь вот лучше видно. Значит, жидкость выходит из капилляров, попадает в межклеточное пространство, а потом попадает в лимфатический капилляр. И эта лимфа течет в основном в результате сокращения окружающих мышц, примерно так же, как движется кровь по венам. Этому рассмотрим. И в конце концов, лимфатические капилляры соединяются в более крупные лимфатические сосуды. Они проходят через лимфатические узлы, где работают там во всю клетку иммунной системы, вылавливают потенциальных бактерий. В конце концов, крупный лимфатический сосуд, лимфатический проток впадает в одну из вен, кажется, подключичную вену. И весь этот поток лимфы возвращается обратно в кровь. Понятно, что происходит? Поэтому кровь все время обменивается жидкостью с межклеточной жидкостью и с лимфой. Вот таким вот способом. Ну а если где-то что-то, например, затыкает отток лимфы, бывают, например, такие паразиты, которые поселяются в лимфатическом сосуде, то все больше жидкости скапливается в межклеточном пространстве и возникает огромный отек. При заражении такими паразитами-неватозами нога может, например, раздуться, как у слона после его лечения. Человек используется такого размера, как у слона. В общих чертах строения кровеносной системы, конечно, представляли еще в глубокой древности. И в глубокой древности уже существовали поверье о том, что сердце – это главное вместилище. Ну когда-то думали, что и разума таким. Тоже идеи были. Но главное – души. Ну про душу обсуждать там что-нибудь трудно, да? А вот когда-то на Олимпиаде был такой вопрос. Вот почему самые разные народы, самые разные культуры, в самых разных культурах считалось, что человек там любит, радуется, горюет, тоскует именно сердцем. Это вопрос вполне по фидеологии. И его мы, по ходу дела, обсудим. В деталях то, как движется кровь по организму человека, не было известно до самого начала XVII века. И тут свою злую шутку сыграли авторитеты. Был очень знаменитый такой античный врач Галена. У него была какая-то своя теория, совершенно неправильная, как кровь должна двигаться по организму, в том числе и через сердце. Ну, например, он думал, что в сердце есть дырка, которая ведет из правой половины в левую. На самом деле ничего похожего в норме не существует. Проверить вроде бы несложно, вскрыть трупы посмотреть. Но, во-первых, вскрытием трупов долгое время существовали проблемы. Это занятие вообще считалось предуседлительным. Могли и на костре сжечь за такое. А во-вторых, тут всегда находились какие-то аргументы. Ну да, типа у мертвого человека этой дырки нет, может, она закрывается. А вот у живого она есть, потому что так сказал Галер. И попробуй возрази, не будешь же скрывать живого человека. Только в начале XIII века такой английский ученый Уильям Гарвей наконец-то смог разобраться в том, как же по-настоящему движется кровь по сосудам. Он открыл большой и малый круги кровообращения, понял, доказал в результате всяких экспериментов, довольно простых, что на самом деле все-таки никакой дырки в перегородке между правым и левым сердцем нет. И был, в общем-то, очень недалек от того, чтобы описать и капилляры. Хотя капилляры все-таки он не открыл. Их открыли в том же XVII веке другие ученые. Одним из первых был с полонцами. Он понял, что с физиологической точки зрения сердце – это насос, который перекачивает кровь по нашему организму. Вот так чуть-чуть поменяется. В порядке. Ну и вот, как я уже опять-таки говорил, у всех позвоночных, не только у человека, кровеносная система замкнута. Ну и, в общем, если нарисовать такую простую схему, то довольно просто понять, как она работает в целом. Это у рыб, амфибий и птицы-блекопитающие. Хотя в школе, когда изучают зоологию, с этим почему-то возникают большие проблемы. Ну давайте кратко разберемся, что в состетях тут происходило. Вот у рыб, кроме двоекандышащих рыб, есть один круг кровообращения, и две камеры. Ну, надо посмотреть, куда течет кровь. Вот она течет сюда, вот куда-то в тело. А в теле она отдает кислород. Из артериальной крови превращается в венозную. Это венозная кровь собирается. А вены впадают в предсердия. Но у рыб единственные. Значит, какая кровь в предсердии? Какая? Венозная. Правильно. Дальше предсердие сокращается и перегоняет кровь. Какая кровь? В желудочке. Венозная, конечно. Почему? Потому что в сердце никакого газообмена не происходит. Она сидит там где-то внутри, где кровь может насытиться кислородом. Где? У рыб. Правильно. Так вот, эта венозная кровь из желудочка выталкивается в сосуды, которые идут в жабре, там распадаются на капилляры, и там в жабрах венозная кровь снова превращается в артериальную. Почему? Это не желудок, а желудочек. Так называется отдел сердца. Сердце, да, хороший вопрос, правильно совершенно. Сердце состоит из двух основных типов отделов. Предсердие, более тоненькие камеры, и с более толстыми стенками камеры желудочки сердца. Вот у рыб такой желудочек один. Он не имеет отношения к желудку, он только немножко на него внешне похож. У него тоже мышечные стенки и полость внутри. Значит, понятно, как работает кровь и у нас система рыбы. У лягушки дело обстоит немножко сложнее. У него два предсердия и один желудочек. Причем вот тут тоже надо иметь в виду, что есть такое правило, считается, когда рисуют сердце, что вы стоите лицом к этому объекту, а когда вы стоите лицом, то правая половина оказывается слева, а левая справа. Поэтому вот это вот предсердие, левое на самом деле, а вот это вот предсердие, правое, так принято рисовать. Значит, лягушка стоит лицом к вам, или человек стоит лицом к вам. И левая половина сердца оказывается правой. Понятно, да? Ну вот. Желудочек один, и в желудочке кровь смешанная. Она выбрасывается во все органы, проходит через легкие и проходит через остальное тело. Но эта смешанная кровь во всем теле становится генозной, поступает в какое предсердие вот это вот правое предсердие, там генозная кровь. А кровь, которая прошла через легкие, становится артериальной и попадает, соответственно, в левую предсердие. Там артериальная кровь. Два эти предсердия сокращаются, кровь попадает из них в желудочек, и там артериальная и генозная кровь смешивается. Ну, на самом деле, конечно, это тоже сильное упрощение. Ну, например, у лягушки есть кожа, и в коже происходит газообмен. Там кровь тоже насыщается кислородом. Кожные вены большого круга попадают в более крупные вены, и кровь идет от кожи к, соответственно, правому предсердию. Значит, там кровь не совсем генозная, а тоже смешанная. Кроме того, в генозочке она смешивается не полностью. Оказывается, ее потоки можно разделить, и более артериальная кровь оттуда идет к головному мозгу, которому надо больше всего кислорода. В остальное тело идет действительно смешанная кровь, а в легкие попадают почти чисто венозные. Для этого есть хитрая система, о которой я не буду сейчас рассказывать, которая там функционирует у лягушки. Но в целом, конечно, эта смешанная кровь доставляет органам тела гораздо меньше кислорода, чем могла бы. А кислород нужен для того, чтобы был быстрый, активный обмен веществ. При снабжении тела смешанной кровью, видимо, невозможно поддерживать высокий уровень обмена веществ, поэтому все амфибии, и большинство рептилий, по крайней мере, все современные рептилии, так называемые, воднопровные животные. Температура тела у них непостоянная. У птиц и умлекопитающих картинка совершенно другая. Вот эта схема годится для птиц и умлекопитающих, а значит и для человека. И поэтому в ней важно разобраться. Как я уже говорил, мы при темнеем углубленное сердце целиком разделено на две половины, правую и левую. И в правой половине сердца чистая генозная кровь, в правой половине сердца чистая артериальная кровь. У лягушки тоже таким образом есть два круга кровообращения, большой и малый. Малый круг проходит через легкие, а большой через все тело. Так вот, у птиц и умлекопитающих в левом желудочке начинается большой круг кровообращения. Из левого желудочка артериальная кровь выбрасывается в тело. У птиц и умлекопитающих в табуги аорты, только у птиц она правая, а у нас левая. Раз, две, не сохранились в процессе эволюции. И снабжает все органы тела кислородом. Значит, там кровь превращается в венозную и собирается куда? Правое предсердие. Правое предсердие сокращается, эта венозная кровь попадает в правый желудочек, и из правого желудочка идет, естественно, в легкие. Здесь кровь, наконец, насыщается кислородом, превращается в артериальную, и из легких попадает опять в левое предсердие. Значит, большой круг кровообращения таким образом начинается в левом желудочке, а заканчивается в правом предсердии. Так договорились считать. Малый круг начинается в правом желудочке, заканчивается в левом предсердии. Понятно, да? Тут возникает путаница некоторая, но она неизбежна, к сожалению, что венами называются все сосуды, по которым кровь течет в сердце, а артериями называются все сосуды, по которым кровь течет от сердца. И, как видно из этой схемы, в большом круге все нормально. По артериям от сердца течет артериальная кровь, а по венам венозная. Правильно? Понятно? А в малом круге, смотрите, что получается. В малом круге кровообращения по артериям, которые отходят от сердца, течет венозная кровь. Ничего не поделаешь. Их принято называть артериями. И по строению это действительно настоящие артерии. По строению артерии вены различаются. А по венам малого круга кровообращения возвращается в сердце артериальная кровь, насыщенная кислородом. Здесь все наоборот. Шиворот на выворот. Понятно? Ну, вы поняли, как работает переносная система плекопитающего или птица. Ну, а почему возникают сложности? Ну, может быть, потому, что схемы рисуют не такие простые, как эта. Эта схема взята из одного учебника, если взять этот биофак МГУ. Она очень удачная, но почему-то в облочих школьных учебниках ее нет. Вот рисуют там что-то такое. Вот тут еще можно понять, где большой и где малый круг. Она почти такая же простая, только чуть-чуть аккуратнее показано, как сосуды отходят от сердца и как расположены его камеры. А вот если мы начнем рисовать чуть-чуть еще более реалистично, как на самом деле расположены кровеносные сосуды в теле плекопитающего или как на самом деле устроено сердце рыбы. Вот здесь показана схема строения сердца рыбы, да? То, конечно, оказывается, что запутаться уже гораздо легче, несмотря на то, что эти схемы на самом деле тоже очень сильно упрощены и далеки отряд. Чтобы не запутаться, теперь, если нам удалось распутаться, конечно, мы не будем их избирать. Только про человека. Если поговорим, про большой и малый круг, вот видите, вот тут два круга, а почему их два? Вроде бы нарисовано три, вот один, второй, вот третий, а это может быть четвертый, где здесь эти два круга, да? Ну, на самом деле, конечно, тут тоже можно разобраться, если помнить, где они начинаются и заканчиваются. Давайте вспомним. Большой круг начинается в предсердии. Значит, кровь выталкивается из него, вот и две аорты, вот она пошла. Ну, а дальше, конечно, эта аорта должна разветвиться, потому что часть крови должна попасть в голову и в руки, они выше сердца, а часть в туловище и в ноги, они ниже сердца. Вот здесь это и показывается. То есть все вот эти вот сосуды, это сосуды большого круга. Понятно? Потом кровь собирается в правое предсердие, в правое предсердие, попадает в правый желудочек. Куда должна попасть кровь? Из правого желудочка. Вспоминайте. Ни в коем случае. В легкие. В легкие. Это венозная кровь, которая должна пойти в легкие. Вот она выталкивается в легочный стол. Ну, легких-то два, правда? Правая и левая. Поэтому сосуды малого круга тоже разветвляются и попадают в легкие. Потом от легких по легочному... Кто вот это вот? Легочные что? По легочным венам, совершенно верно, артериальная кровь возвращается в левое плецепие. Вот так вот циркулирует кровь по телу человека. Ну и вот мы поговорим немножко про кровеносные сосуды, а потом про работу сердца. Значит, кровеносных сосудов очень много. Если их все вытащить, вытянуть в ниточку, то получится 2000 километров, то есть теле можно два раза обернуть земной шар. Даже слишком. И делятся они, как я уже сказал, на вены, артерии и капилляры. Вены – это сосуды, по которым кровь течет к сердцу, артерии – это сосуды, по которым кровь течет к сердцу, а между ними находятся капилляры. Ну и на самом деле есть еще такие промежуточные сосуды, которые называются артериолы и венулы. Очень тоненькие артерии и очень тоненькие вены перед самыми капиллярами. Тут показано довольно сложное строение стенок артерий и вен. Как устроены эти стены? Видите, сколько тут слоев, да? Но в целом, если очень сильно дело упростить, можно сказать, что эта стенка имеет примерно трехслойное строение, хотя на самом деле слоев там чуть ли не 10. Что это за три слоя? Вот полость этого сосуда выстлана одним слоем клеток, плотно привыкающим друг к другу. Это клетки особого эпителия, он называется эндотелий. Значит, внутри полость сосуда выстлана клетками эндотелия. Дальше идет слой гладких мышц, которые окружают этот сосуд. Поэтому они называются кольцевые или циркулярные гладкие мышцы. Понятно, зачем они нужны. Они могут регулировать просвет сосуда, да? Ну и отчасти за счет своей прочности, да, позволяют ему выдерживать высокое давление. А чтобы сосуд был еще прочнее и не порвался, вокруг этого слоя гладких мышц есть еще слой плотной соединительной ткани, которая по строению немножко похожа на сухожилие. Ну и не такая прочная, не такая жесткая, но все-таки достаточно плотная, оболочка. Также устроена и стенка вен в первом приближении, хотя тоже гораздо сложнее. Ну и отличие между артериями и венами заключается в том, что в артериях мышечный слой гораздо толще, чем в венах. Хотя по строению и те, и другие отличаются в разных частях тела, при разном диаметре там и так далее. В артериолах и венулах гускульные клетки уже не образуют сплошного слоя. Они охватывают только части этих сосудов такими вот колечками. Слой соединительной ткани гораздо тоньше. И тем не менее стенки этих сосудов все равно многослойные. И поэтому между ними и ткани обмен веществами происходить практически не может. Так что артерии и вены называются транзиторными сосудами. По ним кровь только течет, а обмена веществ в них не происходит. По строению они еще отличаются тем друг от друга, что в венах, по крайней мере в крупных, есть специальные клапаны. Первый раз мы с ними сталкиваемся. На самом деле они есть, я вам упоминал про это и в лимфатических сосудах, и в сердце. Потом я про это расскажу. Почему нужны лапу? Потому что в венах очень сильно падает давление крови. Вообще, надо сказать, что давление жидкости изучает особый раздел физики, гидродинамика, очень сложный, я вам ничего не понимаю. И в том числе движение крови по сосудам тоже описывается законами гидродинамики. Но один закон гидродинамики очень простой, его все могут понять. Жидкость всегда течет оттуда, где давление больше, туда, где давление меньше. Никогда не может быть наоборот. Значит, самое высокое давление в левом желудочке, когда он сокращается, он выбрасывает кровь в большой круг. На выходе из этого желудочка, в аорте, при сокращении норме давления 120 миллиметров горкутского столба. Но это примерно значит, что если в аорте проделать дырку и сердце сократится, то кровь брызнет оттуда фонтаном высотой не 120 миллиметров, не 12 сантиметров, а почти метр, потому что оттуда не ртуть, а вода вытекает. Вот. Такое там давление. Понятно? Ну, а потом по ходу дела давление это, во-первых, перестает колебаться, как на выходе из сердца. Укругие стенки артерии гасят эту пульсовую волну и давление вырагивается. И оно быстро падает по мере удаления от сердца. Причем быстрее всего оно падает видите где? В мелких артериолах и капиллярах. Потому что там очень большое сопротивление току жидкости. большую часть энергии наше сердце затрачивает как раз на то, как я уже говорил, чтобы протолкнуть кровь через эти узенькие, тоненькие капилляры. Вот. И когда кровь выходит из капилляров вены, то давление там на входе всего лишь 20 миллиметров ртутного столба, а в венах, особенно в грудной полости, близко к сердцу, оно вообще падает до нуля. и возникает вопрос, а как же кровь может возвращаться в сердце? Ну ладно, если человек лежит, ноги у него на одном уровне с сердцем, можно их немножко задрать, да, и кровь туда сама потечет, как течет жидкость под уклон. А когда человек стоит, в его ногах образуется столб жидкости довольно большой, да, я говорю, что давление венах в грудной полости там равно нулю, и жидкость не может течь вроде бы в сердце, потому что ей должна препятствовать сила тяжести. И действительно так и происходит, если человек стоит неподвижно, то крови очень трудно по венам течь обратно. Для этого существуют специальные механизмы венозной подкачки, разные, ну вот про один там на слайде не написано, когда человек вдыхает, то давление внутри грудной полости падает ниже, чем атмосферное, а внутри вена оно все-таки ниже не падает. Стенки вен расширяются немножко, и кровь туда подсасывается таким образом при вдохе. Но основные механизмы подкачки другие. Значит, для ног, например, важнее всего, что мы просто не любим стоять неподвижно долгое время, а там прыгаем, ходим, переминаемся с ноги на ноги, и это очень важно как раз для кровообращения. Почему? Потому что когда сокращаются наши мышцы, например, проножные, то крупные вены сдавливаются. Ну, если бы это были просто трубки, то как сдавилось, так и обратно бы расширилось, и кровь бы болталась взад-вперед. Да? Но венах, как я уже говорил, есть клапаны, и когда мышцы ног сокращаются, видите, как этот клапан устроен, он открывается, и часть крови продавливается вверх. А когда мышцы расслабляются, кровь и хотела бы потечь обратно, видите, тут сосуд немножко раздумся, но клапан обратно ее не пропускает, да? Так что мышечные сокращения постепенно проталкивают эту кровь повесить к сердцу. Ну, а другой механизм связан с тем, что крупные вены и крупные артерии часто идут параллельно в теле, и они окружены нерастяжимой оболочкой соединительной ткани. Когда, если эта артерия близко к сердцу находится, когда сердце сокращается, по ней бежит такая пульсовая волна, то есть ее стенка раздувается под давлением крови. А когда эта стенка раздувается, то она тоже сдавливает окружающие вены. что вокруг этого всего нерастяжимая жесткая трубка, и веном деваться не было. И здесь уже не сокращение мышц, а пульсовая волна артерии тоже продавливает кровь по вене, тоже в нужном направлении, благодаря клапану. Вот так вот кровь нахитряется, возвратится в наше сердце. Да. А почему вы стоите и ноги затекают? Конечно, и ноги затекают, и другие всякие проблемы возникают с венами, и с сердцем иногда, с правообращением в целом. Ну, надо сказать, что вен гораздо более растяжимые стенки, чем у артерии. И вот, например, если мы долго там стоим неподвижно, в них действительно застаивается кровь, да и вообще в любом случае объем крови, который находится в них, гораздо больше, чем в остальных отделах кровеносной системы вместе взятых. Видите тут цифры какие, да? На вены приходится 64% всего объема крови, ну, в среднем. Если крови не хватает, то из этого и других депо, а кровь еще содержится в печени, в селезенке, в камушных венах, артериолах и капиллярах, можно подсократить их, сузить их стенки и вовлечь эту кровь во кругооборот, тем самым компенсировать ее потерю времени. Поэтому вены выполняют вот еще такую функцию одного из депо крови. По мере удаления от сердца давление все время падает, иначе и быть не может, потому что кровь не может течь против давления. А вот со скоростью все гораздо сложнее. Оказывается, она меняется по более сложному закону. Но это тоже легко себе представить. Представьте себе, что вот эта вот речка, да, просто река, которая течет по равнению. вот эта артерия, эта вена, а между ними тоненькие сосуды капилляра. Где будет самое большое, самое быстрое течение в этой речи? Не спешите отвечать. Сначала надо подумать, от чего это зависит. Потому что ответ неоднозначный. Да. В центре будет самое быстрое течение, да? Почему? Потому что там более маленький. Каждый канал более маленький, а если суммировать площадь течения? больше, поскольку объем крови в больших каналах, он течет меньше. Объем крови постоянный. Сколько крови проходит вот здесь, столько же вот здесь, и столько же вот здесь в единицу времени. Правильно? Значит, от чего зависит скорость? Вот так интуитивно. От площади сечения. Правда? Если река стиснута скалами, и там узкое место, то там течение ревет, река несется, а если она выходит на какое-то широкое место, спокойное, то там течение медленное, медленное. Правда же? Значит, там, где больше всего площадь поперечного течения, не каждого сосуда, а общая площадь, там течение будет самое медленное. Правильно? Так вот, оказывается, что общая площадь поперечного течения капилляра гораздо больше, чем у вены и у артерий. Понятно? Поэтому кровь течет по артериям достаточно быстро, но тут нет шкалы, там указано, да, в аорте скорость до 50 сантиметров в секунду, большая, то есть от 25 до 50 указывают цифры. Дальше капилляра, скорость тока крови замедляется до миллиметра в секунду или даже меньше, еле течет по капиллярам. И это, кстати говоря, понятно, ведь именно через стенки капилляров происходит обмен веществ между кровью и клетками, между кровью и тканями. Она, то, чтобы кислород попал в клетки, углекислый газ попал в кровь, питались, питать эти вещества, нужно время, поэтому это вполне циклесообразно. А потом река опять сужается, когда кровь попадает в вены, то поперечное сечение вен уменьшается, а скорость кровотока увеличивается почти до исходного значения в крупных венах до 20 см в секунду. Понятно? Значит, кровь медленнее всего течет в капиллярах и быстрее течет в артериях и венах. Ну и вот, если артерии и вены это транзиторные сосуды, а капилляры это обменные сосуды, они очень-очень тоненькие, даже трудно себе представить, какие тоненькие. Диаметр мелких капилляров составляет всего от 5 до 2 тысячных миллиметров. То есть, невооруженным глазом увидеть их невозможно. Они видны только под микроскопом, эти сосуды. Но зато их очень много. В каждом кубическом миллиметре ткани, например, в ткани сердца, в сердечной мышце содержится до 4 тысяч штук капилляров. Если мы вырежем такой кусочек, там можно найти отрезочки. Ну и, кстати, длина их тоже около одного миллиметра в среднем, поэтому они там умещаются. В организме человека в целом их, как видите, большое количество. Вот та самая площадь поперечного сечения капилляров, через которую течет кровь, составляет почти 50 квадратных метров. 50 это 5 на 10 метров. если все их собрать бок о бок положить, они займут такую площадь. А площадь их поверхности вообще гигантская, через которую происходит обмен вещества. Ну и самое важное, конечно, это то, что стенка их состоит всего из одной клетки, клетки эндотемии. Причем клетка эта очень тоненькая, вот она может быть, может окружать весь капилляр, вот так вот смыкаясь краями, иногда там две клетки вот так стоят напротив друг друга, да? Вот видите, вот это вот красная клетка крови, эритроцит, его диаметр примерно 5 микрон. А вот это вот капилляр, через который эритроциты проходят где-нибудь в легких или в тканях. Капилляры такие тоненькие, что эритроциту трудно через них протиснуться, и чтобы он мог это делать, он должен вот так вот согнуться колечком. Кстати, с этим прежде всего связана особая форма эритроцитов. Знаете, какая у них форма этих клеток? Как она называется? Сегринбол, что ли? Говорят, это форма двояковогнутого диска. Да, в середине они потоньше, вот если так вот прием разрезать, то форма это вот такая. И что это якобы нужно для того, чтобы у них была побольше площадь поверхности. На самом деле сделать побольше площадь поверхности эритроциты очень просто. Возможно бы сделать его каким-нибудь вот таким вот, и у него была бы гораздо-гораздо больше площадь поверхности при этом. На самом деле это нужно как раз для того, чтобы ему удобно было сворачиваться в трубочку и прорезать через самые узенькие капилляры. А благодаря тому... А зачем делать такие узенькие? Можно сделать пошиве, да? Благодаря тому, что они такие узенькие, и у них большая площадь поверхности, а эритроцит примыкает к их стенке достаточно плотно, вплотную. И поэтому путь, который должен пройти кислород и углекислый газ до окружающих тканей, становится меньше, очень маленьким. Расстояние для диффузии тут очень маленькое, и скорость обмена веществ благодаря этому возрастает. Обмен веществ происходит быстрее. Ну и если это 5 микрон, то вот это вот расстояние до соседних клеток вот здесь, да, это уже какие-то доли микрона. Вот как устроены капилляр. При этом стенки у них бывают разные, в зависимости от того, где они находятся. Вот, например, в мышцах или особенно в головном мозге клетки эндотелия плотно привыкают друг к другу. И в щели, которые между ними остаются все-таки, между их мембранами, могут пролезть только очень небольшие молекулы. А вокруг них находятся еще тоненькие-тоненькие стойные клеточные вещества, очень плотные. А в головном мозге вокруг них находятся еще ножки клеток астроцитов. Может быть, кто-то помнит соответствующую картинку. Возникает гематоэнцефалический барьер, через который большинство веществ проникнуть в мозг не могут. Во других органах, например, в почках, оказывается, видите, картинка сложнее. Прямо насквозь через эти клетки проходят такие отверстия. Ну, конечно, они не продырявливают клетку, там продолжается их мембрана окружающая, это отверстие. Но зато отверстие ведет прямо из кровеносного сосуда в окружающей ткани. И диаметр этих отверстий довольно большой, там 10, 30, 40 нанометров. Если бы они не были ничем затянуты, то все белки из крови в этих местах вываливались бы в окружающей ткани. Но на самом деле поверх этих отверстий тоже натянута такая тоненькая пленочка из особых белков, базальная мембрана. И вот она-то и определяет, какие вещества должны проникнуть, например, из крови, внутрь почек в состав первичной мочи. И через эти отверстия прошло бы все, что угодно, если бы там не была натянута сета, сито из особых белков. И эти белки определяют, какие вещества надо пропускать, а какие не надо. Например, все крупные белковые молекулы через это сито пройти многие не могут, и поэтому остаются внутри кровяного русла. Есть некоторые органы, прежде всего селезенка и красный костный мозг, в меньшей степени печень. И между клетками эндотелия сосудов вообще есть просто здоровые дырки. И вот, кстати, интересно, что некоторый такой маленький участочек есть и в мозге, но сейчас про это рассказывать не буду. И вот через эти дырки могут пролезть не только молекулы белков, но даже клетки. Ну и, в общем, тоже понятно более-менее, зачем это нужно. Дело в том, что там, в этих органах, в красном костном мозге и в селезенке, и живут будущие клетки крови. В селезенке это клетки иммунной системы, а в красном костном мозге образуются все кровяные клетки. Так что там, до них, путь внутрь кровеносных сосудов фактически открыт. Им не надо тратить много сил на то, чтобы протиснуться в кровяной русский. Если учитывать вот эти щели, а это действительно щели, как видите, по сравнению сравнимые с клетками, то получается, что наша кровеносная система тоже не совсем замкнутая. В некоторых местах кровь выходит из кровеносных сосудов и смешивается с коневой жидкостью, свободной. Ну вот, этих капилляров так много, но оказывается, что задействованы в каждый момент времени далеко не все. Совсем наоборот. Если орган активно не работает, то кровь течет, в лучшем случае, примерно через 10% капилляров, которые находятся внутри него. Как это можно сделать? Как можно достичь того, чтобы кровь не попадала в капилляры? Оказывается, перед началом капилляров стоят такие сосуды, артериолы, иногда в английском их называют мета-артериолы, в которых есть специальные утолщенные такие кольцевые мышцы. И если вот здесь вот мышцы сокращаются, то кровь из этой артериолы в капилляр не поступает. В самом капилляре мышц нет, его пережать нельзя. А вот вход в него, оказывается, пережать очень даже можно. Тогда кровь пойдет напрямую по артериоленозному аластонозу, так это называется, и попадет прямо в белую. Ну, новая кровь туда поступать не будет. Там, конечно, не будет пустоты, там будет какая-то жидкость все равно находиться. Но новые порции крови с кислородными питательными веществами поступать туда не будут. Это нужно более-менее понятно, но потом мы это еще поподробнее разберем. Поэтому сейчас я останавливаться на этом не буду, а перейду к описанию сердца, его строения и работы. С сосудами мы более-менее разобрались, будем считать. Ну, вот так вот выглядит сердце настоящее. Как видите, совсем не такой мальчик. На его поверхности есть в норме у нормального человека, не страдающего никаким ожирением жировые отложения. Находится оно в грудной полости. Чуть-чуть сдвинуто влево в этой грудной полости, потому что в правом легком три доли, а в левом только две. Немножко с подъедом таким образом. Находится оно не прямо в грудной полости, а еще окружено дополнительной полостью, околосердечной сумкой или перикардом. Здесь показано схематично, как будто сердце окружается перикардом, который сначала имеет вид пузыря. На самом деле, конечно, ничего похожего не происходит. Перикард там как-то образуется в ходе развития организма. Это отдельная тема, как развиваются сердце и кровоносные сосуды, довольно сложные. Но видите, представьте себе, что сердце вдавили вот в такой вот тонкостенный пузырь. Представим? Вот что получилось. Получилось, что одна стенка этого пузыря прислонилась к поверхности сердца. На самом деле она к нему прирастает. Другая стенка этого пузыря находится снаружи, и снизу она прирастает в диафрагме, которая отделяет нашу грудную полость от брюшной. А что между этими двумя стенками? Там находится особая жидкость. Причем сами эти стенки состоят из прочной соединительной ткани. Она тоже настолько прочная, что мало чем отличается от сухожилий. А внутри вот здесь есть тоже один слой клеток эпителия, и эти клетки выделяют перикардиальную жидкость. Так что оказывается, что сердце окружено таким вот маленьким бассейном, не знаю, резервуаром. И это сильно уменьшает его трение просто окружающие органы. Служит ему дополнительной механической защитой. Эта жидкость как бы служит смазкой вокруг этого мотора. Помогает его стенкам не повреждаться при активной механической работе. Так что его стенка состоит из трех слоев. Наружный слой называется эпикард. Вот как раз внутренняя часть перикарда срастается с эпикардом. И состоит из соединительной ткани. Средний и самый толстый слой называется миокард. И состоит из сердечной мышечной ткани. Она-то и сокращается. Сокращается миокард. А изнутри полы сердца выстланы эндокардом. Там тоже есть тоненький слой соединительной ткани. А самый внутренний слой это такой же эндотелий, как в сосудах. И он так устроен, этот эндотелий, что когда кровь течет мимо него, соприкасается с ним, она не свертывается. А, к сожалению, очень трудно сделать аналогичную искусственную поверхность, чтобы кровь текла на нее длительное время и при этом не свертывалась. Это одна из проблем, которую приходится решать медикам. Кроме того, эндокард выстилает и поверхность клапан. Также устроена сердечная мышца. По строению она похожа на поперечно-полосатые мышцы нашего организма. Но немножко отличается. В поперечно-полосатых мышцах огромные клетки. В каждой по 100 или 200 ядер. Здесь клетки помельче. В каждой одно или два ядра. Вы видите, они вот так вот разрыхляются и образуют такую сеть. И между собой они соединены. С одной стороны очень прочно. Там есть специальные контакты, которые не позволяют им разорваться. Есть специальные толков, похожие на веревки, которые тянутся из одной клетки прямо в другую почти непосредственно. А с другой стороны, между ними есть маленькие отверстия. И все эти клетки соединены между собой электрически. Они могут передавать друг другу йогу. Поэтому, если в одной из этих клеток возникает, мы будем говорить, нервный импульс или потенциал действия, то он распространяется во все стороны по мышечной ткани. Вся эта мышечная ткань может проводить нервные импульсы. Причем все клетки тут соединены воедино. Говорят, что это функциональный синцитик. Как бы одна клетка. И это важно для того, чтобы сердце нормально сокращалось. Ну вот как оно сокращается, мы теперь разберем. У него четыре камеры, которые имеют очень разные толщины стенки. Вот если их сравнить. Видите, у предсердия толщина стенки всего лишь 2-3 миллиметра. Потому что работа, которую они проделывают, очень небольшая. Ему нужно всего лишь загнать кровь в желудочке. Да и то большая часть ее туда сама затекает. Так, чуть-чуть. Подтолкнуть только, и все. Ну а желудочки проделывают гораздо большую работу, конечно. Причем правый желудочек проталкивает кровь только через легкие. А вот левый желудочек проталкивает кровь через все тело, через весь большой круг. И основная доля работы сердца падает именно на него. У него толщина стенок уже не 2-3 миллиметра, а 2-3 сантиметра. Ну а вот на этом поперечном срезе видно, как соотносится толщина стенок правого желудочка и левого. Видите, какое? На самом деле, стенка чуть ли не толще, чем внутренняя его полость. Ну и я обещал рассказать, почему кровь течет через сердце в одном направлении. Если бы между предсердием и желудочком просто была бы дырка, то понятно, что произошло бы. Сокращается предсердие, кровь течет в желудочек. Сокращается желудочек, а кровь течет обратно в предсердие. Но это не имело бы никакого смысла. Она не должна болтаться взад-вперед, а должна из сердца вытекать только по сосудам. И вот для этого-то и нужны сердечные клапаны. Значит, где они стоят? Они с одной стороны стоят между предсердием и желудочками, называются створчатые клапаны. А с другой стороны они стоят на выходе из желудочка. Тут это не очень хорошо видно, но других рисунков будет лучше видно. Вот тут видим клапан, который стоит на выходе из правого желудочка в начале легочного ствола. Эти клапаны называются кармашковые или иногда их называют полулунные клапаны. Створчатые клапаны, они действительно похожи на створками. Причем к этим створкам приделаны с одной стороны пружины. Значит, смотрите. В одну сторону створки двери открываются свободно. Правильно? Когда сокращается предсердие, то створки этих клапанов открываются. Дальше сокращается желудочек, и створки двигаются в положенную сторону. И если бы к ним ничего не было привязано, то они бы выгорнулись обратно, и кровь пошла бы снова в предсердие. Но со стороны желудочка к ним привязаны веревочки, а к веревочкам еще специальные пружинки, сосочковые мышцы. И когда створки этого клапана закрываются, то эти веревочки дальше их не пускают. Они называются хорды. Представили себе? Значит, открываются они свободно, потому что им ничего не мешает, а вывернуться в противоположную сторону им не дают веревочки. Веревочки, которые привязаны к стенке желудочка. Видите, куда они идут? К стенке желудочка. Там сокращаются в нужный момент особые мышцы, и клапан останавливается в закрытом состоянии. Поэтому обратно в предсердие кровь пойти не может. А это основа хорда образовалась? Я думаю, что нет, потому что у хордовых есть другая хорда, спинная струна. К сожалению, иногда одним и темным словом биология называется совсем разной вещью. Вот эти нити тоже называются хорды, просто потому что они прямые. Похоже на трех. Ну вот так выглядят творчатые клапаны. Почему-то в правой половине сердца створок три, а в левой половине сердца створок две. Неизвестно, почему так природность хотят. А работают они по хорде, по одному принципу. А вот как устроены кармашки, которые стоят на выходе из желудочка. Вот здесь, кстати, может быть картинка более понятна. Вот смотрите. Вот на этой картинке сократились предсердия. Видите? Из предсердий кровь потекла в желудочке через открывшиеся створки. А вот на этой вот картинке сократились желудочки. Створчатые клапаны закрылись. Открылись кармашковые клапаны. Ну как себе представить, как они работают? Как себе представить, как работают кармашковые клапаны? Надо так себе представить, что у вас вот такая мания все шить. И эта мания так вами овладела, что вы решили внутри своих джинсов пришить три кармана. Внутри штанины. Можно это сделать? Вот возьмем джинсы и внутрь штанины пришьем три кармана больших. Представили? Можете с такой себе представить? Да. Ну джинсовая ткань, она такая довольно плотная, водонепроницаемая. Да? Начнем сверху лить воду в эту штанину. Вода заполнит карманы. Карманы довольно широкие. Они заполнятся водой. Заткнут штанину. И в таких джинсах можно будет донести воду. Понятно, да? А теперь давайте перевернем их вверх ногами. И начнем воду лить не сверху, а снизу через штанину. Задержат их эти карманы? Нет. Нет, конечно. Потому что они закроются, прижмутся к стенке штанины. И вода будет свободно проходить через нее. И так вы воду не донесете. Так вот, вот так как раз и устроены кармашковые клапаны. Низ штанины обращен в желудочек. И когда желудочек выталкивает кровь, то она проходит через эту штанину, через сосуд, который идет от него, совершенно свободно. Да? Потом желудочек расслабляется, и в какой-то момент давление, например, в левом желудочке становится ниже, чем в аорте. Есть такой момент. И кровь хочет хлынуть обратно в желудочек. Вот тут-то и происходит заполнение этих карманов кровью. Они раздуваются, створки их соединяются, и кровь обратно в желудочек пройти не может. Она остается в аорте. И двигается дальше по кровяному русскому. Вот так вот хитро устроена эта система. Надо сказать, что от самого основания аорты еще раньше, чем в сонной артерии, отходят сосуды, которые питают кровью само сердце. Называются они коронарные артерии. Но основных, кажется, две, там правая и левая. А есть, может быть, еще какая-то там наружная внутренняя. Потом они ветвятся на более мелкие ветви. Потом они, естественно, в толще сердца ветвятся на капилляры. Потом эти капилляры собираются в коронарные вены. Они просто тут не показаны. И по этим коронарным венам кровь возвращается обратно в одну из полных вен. И попадает в правое предсердие. Все как полагается. То есть там есть своя система кровоснабжения сердца питательными веществами и кислородом. Это система коронарных сосудов. Ну и сердце довольно активно потребляет ту самую кровь, в которую она перекачивает. Значит, смотрите, весит оно совсем немного. Размером оно примерно со сжатый кулак. Не такое уж большое. И при этом потребляет в 10 раз больше крови, чем ему полагалось бы в среднем. Если человек находится в покое. Ну, надо сказать, что это не рекорд. Вот, например, почки. Смотрите. Они всего лишь в 2 раза больше по массе. Каждая почка тоже весит примерно 300 грамм. А кровь употребляют в 2 раза, а в 5 раз больше. Чуть ли не четверть всей крови нашего организма. Четверть всего кислорода примерно на четверть примерно питательных веществ идет на обеспечение работы почек. Оказывается, это самый энергоемкий орган. Но так происходит только в покое, когда скелетные мышцы забирают себе всего лишь 15-20% кислорода. Если человек занят тяжелой работой, там, не знаю, забивает молотом сваи или копает терпою канаву, то картина резко изменяется. Теперь уже скелетным мышцам достается до 90% всей крови, а значит, до 90% всего кислорода. А все остальные органы, включая даже головный мозг, садятся на достаточно голодный поек. Ну, как же так, скажите вы? Ведь при тяжелой работе эти органы часто тоже работают довольно интенсивно. Выделяется больше пота, расширяются кровеносные сосуды кожи, значит, кожа потребляет больше крови. Активнее работает само сердце, значит, сердце работает, значит, потребляет тоже больше кислорода, при этом больше питательных веществ. Но дело заключается в том, что при этом производительность сердца тоже меняется очень сильно. Если человек находится в покое, то сердце в минуту выбрасывает всего лишь 6 литров крови, но тоже не так мало. Весь объем крови проходит через сердце примерно за минуту. А если человек активно работает, сердце сокращается так интенсивно и часто, что, оказывается, может увеличить этот выброс в 5 раз. Поэтому всему телу в целом остается в 5 раз больше кислорода и в 5 раз больше питательных веществ, поскольку имеется их запас в теле. И надо высчитывать проценты не от исходного количества, а вот от этого, вот увеличенного, в 5 раз количество кислорода и питательных веществ. Меняется по-моему. Хотя, конечно, вот эта картинка заставляет нас вспомнить о другой картинке. О какой? Я обещал к ней вернуться, но давайте вернусь. Это и займет время. Вот об этой вот. Для чего нужна вот эта вот система, которая позволяет пустить кровь в обход капилля? Нужна она именно для того, чтобы в разменившихся условиях перераспределить кровь в чью-то пользу. Те органы, которые работают менее интенсивно, можно посадить на голодный паек, как здесь. А те органы, которые работают более интенсивно, надо снабжать кровью по полной. Если в покое в скелетных мышцах задействована там десятая часть капилляров, то как они ухитряются увеличить потребление кислорода, в семь-восемь раз. Все капилляры раскрываются, все капилляры расширяются, и вот теперь к этим мышцам идет основная доля кислорода и основная доля питательных веществ. Замечательная особенность сердца заключается в том, что оно может биться без всяких сигналов со стороны нервной системы. Его можно просто извлечь из организма, и если присоединить к нему трубки, которые будут снабжать его питательными веществами, то у хладнокровных животных оно будет биться сутками. Просто два банка. Раствор. То есть теплокровные немножко сложнее, но в общем тоже удается поддерживать его же неспособность. Там есть специальные клетки, которые могут генерировать фактически нервные импульсы, хотя больше они похожи на мышечные, чем на нервные. Делают они это довольно медленно по сравнению с нервными клетками. Видите, здесь время в секундах, они в миллисекундах. И тем не менее, сами без всякого раздражителя выдают вот такие нервные импульсы. Почему они на это способны, я не буду рассказывать. Где они находятся? Они находятся вот здесь, вот в правом претердии. Это самые главные такие клетки. Клетки водителей ритма. Затем по специальным волограм они посылают сигнал к желудочкам. А между желудочками, извините, к претердиям, а между претердиями и желудочками есть перегородка, которая электрический ток не проводит. Слой изоляции, соединительной ткани. Это очень важно. Поэтому сигнал от них передается ко второму такому скоплению на границе между претердиями и желудочками. Этот узел называется правлопретердный, а этот предсердно-желудочками, атреалитрикулярный. От него расходится, отходит такой пучок волокон, который разделяется на два, пучок низкой его ножки, и потом волокна расходятся по толщи мышц желудочка. Эта система называется проводящая система секции. Как она работает? Сначала главный водитель ритма выдает некие сигналы с определенной частотой. Они очень быстро распределяются по претердиям, и претердия почти синхронно сокращаются. Желудочки молчат. А когда этот сигнал доходит до претердия желудочкового узла, то там только через узенькую полоску клеток он может перейти на желудочке. И эти клетки устроены так, что они этот сигнал специально задерживают. Ну понятно почему, да? Почему они его задерживают? Почему он не должен распространяться мгновенно? Да. Конечно, желудочек пока наполнен сокровью, не сокращался. Предсердия и желудочки должны сокращаться только попеременно. Некоторые очередности. Если они будут сокращаться одновременно, что иногда, увы, случается, то он просто не будет выходить из сердца. Такое бывает иногда. Поэтому там сделана специальная задержка, как видите, довольно длительная, десятая доля секунды. Потом по проводящей системе желудочков сигнал распространяется очень быстро, и все мышцы желудочков тоже сокращаются синхронно. Ну и вот этот главный водитель ритма, он самый быстрый, и он навязывает свой ритм другим клеткам. Но оказывается, что если даже все его клетки погибли, то сердце не остановится, потому что тогда его функцию берет на себя предсердно желудочковый узел. И он может генерировать ритм тоже довольно нормальный для состояния покоя. Бегать и прыгать будет тяжело, а сидеть, читать и писать человек вполне при этом может. Ну а если уже эти клетки начинают гибнуть и отказывать, то тогда, конечно, жить с пульсом 20-30 раз в минуту трудно. Поэтому техника дошла до таких вершин, что для таких людей придумали искусственные водители ритма, кардиостимуляторы. Их вживляют в ткань сердца. К ним приделана долговечная батарейка. Обычно ее хватает на 10-15 лет. И этот водитель ритма выдает электрические импульсы, которые возбуждают сердечную мышцу с нужной частотой. С кардиостимулятором можно вести почти нормальный образ жизни. Это будет пропустено. Самое интересное, осталось мало времени, но я постараюсь. На сердце влияет вегетативная нервная система. Она состоит из двух отделов. Симпатическая и парасимпатическая. И кроме того, влияют, конечно, всякие гормоны. А ссылка это просто на красивые такие анимации, в которые можно поиграть дома. Про вегетативную нервную систему я, к сожалению, не рассказывал. Придется кратко про это рассказать. Что это такое? Что такое симпатическая и парасимпатическая система? Значит, вообще, эта вегетативная нервная система управляет всем, кроме скелетных мышц. А только скелетными мышцами мы можем управлять с помощью сознания. Значит, вегетативная она потому, что она не имеет отношения к нашему сознанию. Она управляет всеми внутренними органами. Как она действует? Симпатическая работает тогда, когда надо нормализовать все силы организма при стрессе. Когда человек чего-то испугался, когда ему надо бежать или бороться. Ну и понятно, какие у нее эффекты. Гронки расширяются, дыхание учащается, сердце начинает биться чаще, кровоносные сосуды сокращаются всюду, кроме скелетных мышц, кровяное давление растет, из накопочников поделяется адреналин, а всякие органы, вроде желудка, кишечника и почек, сажаются на голодный паек. Расширяются зрачки у страха, глаза велики, да? Снуна перестает выделяться от страха во рту, пересохла. Это все эффекты симпатического отдела нервной системы. Все, испуг прошел, экзамен вы сдали успешно, пришли домой, хорошенечко наделись и легли отдыхать на диван. Вот в этой ситуации начинает активно работать парасимпатическая система. Теперь выделяется желудочный сок, выделяется слуна, сокращаются мышцы желудка и кишечника, нормально работают почки, сердце бьется реже, а сосуды не сужаются, обычно парасимпатическая система на них не влияет, достаточно того, что симпатическая перестала работать активно, они расширяются. Ну и так далее. Ну вот. Ну и тот и другой отдел, и симпатическая парасимпатическая система влияют на сердце. Причем нейроны, которые посылают им сигналы, находятся в головном мозге, в долговатом мозге, там есть сердечно-сосудистый центр, или сосудодвигатель. И в состоянии покоя в основном на сердце, на его водителей ритма, влияет парасимпатический отдел. Как это доказать? Оказывается, если вот эти вот парасимпатические нервы перерезать, то сердце в покое начинает биться почти вдвое чаще. То есть нервная система постоянно его притормаживает. А если перерезать симпатические нервы в состоянии покоя, то пульс почти не меняется. Но когда вы чего-нибудь там испугались, или просто побежали на дискультуру, вот тут-то активируются симпатические нервы, они начинают действовать на сердце с помощью вещества, очень похожего на адреналин, он называется норадреналин. Да еще и адреналина выделяется больше, она тоже действует на сердце, и пульс учащается, и крови перекачивается больше. Это мы тоже должны разобрать. А откуда поступают сигналы к этим клеткам? Да почти что откуда угодно. Почти что от любых рецепторов. Но одни из самых важных это рецепторы давления, которые меряют его в аорте и сонных артериях. Если давление повысилось, то что надо сделать? Вернуть его в норму. Когда активируется парасимпатический отдел, сердце бьется реже, слабее, давление падает. А если давление упало, тем более надо вернуть его в норму. Когда активируются симпатические нервы, на сердце действует норадреналин, оно сокращается чаще, да еще и сужаются сосуды, и давление опять-таки приходит в норму. Понятно? За артериальным давлением организм следит очень внимательно. Но это только один вид рецепторов. Баррецепторы. Мы уже поняли, что повлиять на сердце можно почти с любых. Но что-то увидели, испугались, и сердце забилось чаще. Вы что-то услышали, испугались, или обрадовались, и сердце забилось чаще. Вы там, не знаю, обожглись, тоже испугались, что обожглись. И сердце тоже забилось у вас чаще. Потому что все эти влияния передаются вегетативной верной системе. Теперь вы понимаете, почему считается, что человек радуется, любит, тоскует, и вообще все делает сердцем. Понятно? Ну вот. Ну а теперь я вас немножко позапугиваю. В основном все умирают от болезней сердца в мире. А у нас от этих болезней в стране умирают особенно часто. Две таких главные болезни это инфаркт и инсульт. Я про инсульт говорить не буду, расскажу про инфаркт. Причина главного инфаркта это атеросклероз сосуда. Как развивается это заболевание и в чем оно состоит? Ну сначала в крови повышается содержание такого жира, холестерина. Потом развивается это просто рост сосудов. Потом развивается ишемическая болезнь сердца. А в результате может развиться инфаркт. Почему? Потому что когда в крови много холестерина, клетки не успевают его усвоить. Он поступает от эндотелий сосуда. Вот это вот просвет сосуда, вот это эндотелий. И его воспринимают как чужеробное тело клетки иммунной системы. Нитрофилы, макрофаги начинают его пожирать. Заполняются этим холестерином, гибнут, образуется такое любитное ядро. Вокруг этого места выделяются вещества, которые инсулируют воспаление. Начинают разрастаться гладкие мышцы и вырастает вот такое вот утолщение. Атеросклеротическая пляшка. Ну, пока ее поверхность целая, ничего особенного вроде бы не происходит. Она растет, растет, а параллельно с ее ростом увеличивается до полида времени диаметр артерии, и вы ничего не замечаете. Только когда эту пляшку перекрывает просвет сосуда на 75-80% возникают первые симптомы. Жить с таким сосудом вполне можно, до тех пор вполне запутариться совсем. А запутариться совсем может потому, что поверхность этой пляшки может лопнуть, как показано на этой картинке, а тогда на ее поверхности после разрыва этой пляшки возникает тромб, который полностью закупоривает этот сосуд. Почему возникает атеросклероз, точно неизвестно, хотя есть многие факторы предрасположенности к нему. Внутренние, в частности, наследственные предрасположенности, о которых я уже не успею рассказать, и внешние. Посмотрите на них. В общем, у многих из нас они, конечно, действуют. Ну и поэтому многие люди рано или поздно заболевают от атеросклероза. Пока сосуд работает, сердцу просто не хватает кислорода, если это коронарный сосуд, конечно. Оно работает с меньшей эффективностью, кислорода из-за этого не хватает и другим органам, и человек страдает от сердечной недостаточности, не буду из-за этого не хватает. Но если возник троп, то какой-то участок сердечной мышцы уже просто не получает кислорода, который снабжался этой артерией. при этом участок сердечной мышцы гибнет и замещается соединительной тканью. Если человек выжил при инфаркте, то сердце его будет сокращаться хуже и будет перекачивать кровь менее эффективно. Вот это и есть главная патология сердца. Ишемическую болезнь можно пытаться лечить, хотя проще, конечно, достичь профилактики, устранить факторы риска, а многие из них можно устранить. Но если все-таки уровень холестерина повышен, то имеются лекарства, которые его эффективно снижают. Надо только вовремя это обнаружить и аккуратно их принимать. Эти аналистроби сделаны соответствующие на разные фракции холестерина. Это очень несложно. Интересно, что первоначально такое лекарство было получено из плесневого гриба, хотя это вовсе не антибиотик, не имеет никакого отношения к антибиотикам, только по происходению похож. Ну а кроме этого, оказывается, помогают одно из самых распространенных лекарств аспирин. Почему? Потому что аспирин действует как противосвертывающее средство в очень низких дозах. И он резко снижает риск формирования тромба. Так что людям, у которых холестерин повышен, и есть риск развития инфаркта, рекомендуют пить вот эти низкие дозы аспирина. Они почти не дают побочных эффектов. Что же говорит о том, что у человека может быть инфаркт? Это очень сильная, часто непереносимая боль за грудиной. Иногда, правда, кажется, и что болит живот. Так тоже бывает. Которая часто сопровождается слабостью, впечатлением, что не хватает воздуха. И если человек принимает обрядку нитроглицерина, а боль эта не проходит, то это сильный долг в пользу того, что у него есть бак. Что при этом надо делать, описать довольно сложно, а вот чего нельзя делать ни в коем случае, описать довольно легко. Нельзя идти на работу, не обращая на это внимания. Надо ложиться в постель и вызывать скорую помощь. А дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько эта скорая помощь приедет быстро, насколько быстро больной будет доставлен в специализированную больницу, потому что наилучшие результаты достигаются в том случае, если интенсивное лечение проводится в течение первых часов после образования тромба. Что можно сделать при этом? Можно пытаться растворить этот тромб. Может быть восстановится кровообращение, а мышца еще не успела полностью погибнуть, и удастся ее оживить. Надо снять эту нестерпимую боль, с этого конечно начинают. Надо давать больному противосвертывающие препараты, чтобы не образовалось новых тромбов. Даже если старый растворить не удалось, все равно есть риск, что образуются еще какие-то. надо снизить нагрузку на сердце, как ни странно, заставить его работать менее интенсивно. Для этого используются блокады рецепторов адреналина. В перспективе может быть удастся заставить стволовые клетки самого человека активироваться и залечить эту рану, чтобы она не заросла соединительной тканью, чтобы там выросла новая мышца. на мышцах это уже научились делать. Но и несмотря на то, что использование стволных цветок это только перспектива, я все-таки скажу несколько слов о том, каких поразительных успехов достигла сердечно-сосудистая медицина, в частности хирургия. Вот раньше, например, если у человека не работал клапан сердца, то он был тяжелым инвалидом и рано или поздно от этого умирал. Но вот уже примерно 40 лет назад научились заменять эти клапаны искусственные, железные. И первый железный клапан был вставлен в 60-е годы, и у одного из больных он работает до сих пор. Видите, как он устроен? Это шарик, который сюда не может выскочить, потому что его держит вот такая клетка. Когда желудочек сокращается, то шарик подпрыгивает и кровь приходит обратно, то есть отсюда, а потом он падает и затыкает дырку, и обратно в желудочек кровь идти не может. Ну а сейчас делают гораздо более легкие совершенные клапаны, и некоторые из них наполовину состоят из титана, а наполовину из кусочков перикарда, которые вырезают пук, лошади или коровы, дальше их стерилизуют, чтобы они не вызывали ответные реакции, и вот из таких титаново-перикарда клапанов получается новый сусский клапан. Недавно такие клапаны научились вставлять в сердце, не вскрывая грудной клетки. Поверить в это трудно, потому что раньше как делали эту операцию? Вскрывается грудная клетка, сердце останавливается, человек переводится на систему легкие сердца, это специальная машина, которая качает кровь и заставляет его дышать, в течение трех часов хирург вырезает старый клапан, вшивает на его место новый искусственный, потом снова запускает сердце, и после этого больной живет счастливой жизнью много лет. А теперь разработали такую систему, которая позволяет вставить этот клапан не вскрывая сердце, аналогичную вот этой. Вставить клапан все-таки очень сложно, а вот это делается сейчас в массовом порядке. Если выясняется, что у человека тяжелый атеросклероз сосудов в сердце, как ему помочь, чтобы он не умер от инфаркта? Проделывают дырку вовсе не в сердце, а в ноге, и через эту дырку вставляют тоненькую-тоненькую трубочку. А вокруг этой трубочки имеется такая сеточка. Эту трубочку под контролем видеоприбора проводят через всю аорту и вставляют в нужный участок сердечной мышцы в строго определенный сосуд. Больной находится под наркозом при этом, Затем этой трубочкой протыкают атеросклеротическую пляшку, а когда ее удалось проткнуть, то сеточка, которая на этой трубочке сидит, раздувается, видно вот здесь и расширяет этот сосуд и остается там внутри и проходимость его восстанавливается и через него проходит нормальное количество крови. Человек, который раньше не мог не то что бегать, но даже там вставать и ходить нормально после этого ходит и бегает. Называется это стентирование сосудов и сейчас этой операцией заменили почти полностью небезызвестное орто-коронарное шунтирование. Так что главное вовремя обратиться к врачам. Правильным врачам. Субтитры создавал DimaTorzok